Вот что у России на уме и о чем благоразумно помалкивает Кремль, о том, как всегда громче всех, орет Владимир Вольфович Жириновский. На этой неделе он публично, азартно призвал убить непонравившуюся ему женщину, призвал убить ее через удушение, через разрушение позвонков ее шейного отдела, через отрыв гортани и глубокую травму аорты. Если быть точным, он призывал в центре Минска повесить Светлану Тихановскую, повесить, предварив это преступление двумя другими, то есть похищением ее с территории другого государства. То есть выкрасть предложил ее из гостиницы в Литве. При этом он, конечно, громче всех орал, посмотрите на это мерзкое лицо, при этом почему-то тыкал пальцами в себя. О ком он орал, о Светлане или о себе, непонятно. Вот меня удивило только одно. Во-первых, что поступило предложение от него повесить, а не сжечь. С учетом того, что дальше он завопил о том, что она ведьма, у нее омерзительная рожа. И вообще сожжение, надо сказать, в этих случаях гораздо эффективнее. И, кстати, гораздо практичнее, так как одновременно с сожжением революционерки можно на этом же костре напечь картошки с запахом мяса на весь ОМОН и даже на ужин Александру Григорьевичу. Это было бы очень и очень по-лукашенковски. Надеюсь, что дальше дело бы не зашло, но мне почему-то легко в воображении рисуется картина обед минского ОМОНа. И печеная картошка в данном случае была бы просто гарниром к основному блюду. Тот, кто хорошо знает историю Инквизиции, в курсе, что на кострах Инквизиции жертва никогда, разумеется, не сгорала полностью до пепельного состояния, как это бывает в печах крематуре. Ну, по крайней мере, вот при традиционном столбовом сожжении вертикальном, потому что иногда жгли еще и в бочках, набитых паклей и дегтем. И вот происходило просто обугливание кожи, и жертва умирала от дикого болевого шока и, разумеется, от удушья. Ну, по крайней мере, вот тела там. Яна Гуса, Германа Риксвикского, они еще после так называемого сожжения, их можно было анатомировать, препарировать, там было что анатомировать, и было что хоронить, потому что, когда эти люди были принесены в жертву любвеобильному Богу Иисусу, то позже ученики, как вы знаете, все-таки эти тела сумели забрать с кострищами. Но вот самый поверхностный взгляд, который может быть на эти вещи, что Жириновским руководит все-таки не только безумие, не только кровожадность, не только какой-то тайный недуг головного мозга, но я полагаю, что хитрый Вольфович, он тоже, как и все остальные, просто устал ждать развязки. У него не хватает терпения досмотреть Минскую драму в ее естественном развитии, и им не руководит желание угостить Минский ОМОН, а просто обычное нетерпение, и затянувшийся Минский вот этот спектакль, хочется добавить какой-то детонирующий элемент, который бы, да, Оленька, который бы ускорил развязку. Просто мне кажется, что на месте Жириновского можно было бы предложить к повешению массу других людей или даже одного человека. Это тоже было бы очень интересно и ускорило бы развязку. Конечно, конечно. Но поймите, да, вот если что-то подобное происходит, то у всего мира будет возможность пронаблюдать за тем, как Лукашенко, ОМОН, внутренние войска будут просто снесены вместе со своими дворцами. А вот место, где они находились, будет вытоптанно, и в эту идеально ровную стерильную поверхность придут веселые белорусские дети, и как американцы на Луне воткнут в эту пустую ровную поверхность бело-алло-белые флаги. Ну, американцы втыкали другой флаг, но это неважно. Это было бы очень кинематографично. Это было бы, если бы там пуля, костер или действительно повешение стало бы компонентом минской драмы. Потому что я уверен, что тут же потрясенные белорусы бы забыли о своем добродушии и в течение получаса решили бы тот национальный политический вопрос, который мучает эту замечательную страну. И причем решили бы так, что потом даже опознание ПДНК было бы абсолютно нереальным. Соблазн сделать это, конечно, велик. Но я считаю, что гораздо интереснее и полезнее изучить ситуацию в ее естественном течении и пронаблюдать, на что все-таки способна революция такого типа. Потому что и нам, в конце концов, эти знания тоже могут рано или поздно пригодиться. А мы видим, что пока... Все на пользу должно идти. Конечно, потому что мы видим, как все развивается. Мы видим, что каждое выступление Лукашенко напоминает обиженного вампира, который подал в суд на тех людей, которые не разрешают ему кусаться и пить кровь. И в этом есть комедийный элемент. Александр Григорьевич ведь уже, по сути, защищает только маленький теплый президентский сортир, в котором он привык думать о картофеле. У него все остальное уже потеряно. И он пока потешает публику разного рода заявлением и враньем. С ним провели несколько серьезных бесед. Российские специалисты. Так называемые поумнительные беседы. Просто надо всех, кто не очень нравится или угрожает личному благополучию, надо называть экстремистами или террористами. Лучше даже террористами это производит больше впечатления. И эффективность этого способа, мы знаем, доказана в России. Доказана многократно. Этим давно занимается и ФСБ, и следком. А дальше вопрос технический. Потому что ведь что такое закон? Из чего он состоит? Он состоит как бы из рукояти и лезвия. И рукоять должна быть хорошо обточена под руку власти. И в России чем занимается Государственная Дума? Угодливая Дума, она как раз обтачивает эти рукоятки законов, чтобы они легко и комфортно лежали бы в руке у Кремля. И чтобы лезвиями этих законов было бы удобнее вспарывать населению брюхо или перерезать глотки. Потому что это стандартная практика. Если вы держите закон за рукоять, вы можете в любое брюхо и в любое горло тыкать. Это называется правосудие. Кстати, я виноват. Я виноват. Я много зло, глупо и по своему обыкновению казарменно шутил про кандидата в президенты США Байдена. Бестактно шутил. И я был абсолютно неправ. И я виноват. Потому что старикашка-то оказался блистательно умный. И гораздо умнее Трампа, судя по его реакции на белорусские события. Судя по тому, как он относится к той же самой Тихановской. Как он понимает все до мельчайших подробностей о том, кто такой Лукашенко и не принимает вот этого примитивного зла, у него не сбиты элементарные представления о добре и зле.